Более 50 юных спортсменов собрались в эти дни на ледовой арене в Билибино в честь 50-летия Билибинской атомной станции. Там прошли спортивные соревнования «Атомная шайба». Лед еще не остыл после напряженных игр по хоккею среди взрослых. И спустя непродолжительное время на него вышли юные хоккеисты с настроем показать свое мастерство. В этом году для любителей хоккея в честь 50-летия Билибинской атомной электростанции первичная профсоюзная организация и детско-юношеская спортивная школа организовали «Атомную шайбу». Главную награду Кубок Билибинской АЭС разыграли две команды «Энергия» и «Луч», состоявшие из 54 учащихся детско-юношеской спортивной школы города Билибино в возрасте от 5 до 15 лет. Сегодняшнее мероприятие приурочено к 10-летию атомной станции, к пуску первого энергоблока. В прошлом году мы проводили такое развлекательное мероприятие, оно было прямо на шоу на льду. Назывался у нас Кубок Дедов Морозов. Ну а в этом году мы решили только с детками провести. Команды показали свою сплоченность, быстроту действий и сноровку в стремлении превзойти соперника в ходе игры. Каждый из спортсменов стремился показать себя с лучшей стороны, при этом не забывали и о своих самых маленьких товарищах по команде. На некоторых этапах помощь старших была необходима. Несмотря на праздничную атмосферу, на ледовой арене присутствовал и дух соперничества. Марфон состоял из различного рода заданий. Сбор пирамиды, передача клюшки на скорость, даже смогли приготовить пиццу на льду. И все это при поддержке болельщиков, среди которых по большей части были родители. Я болею за команду «Энергия», потому что там у меня сегодня играет моя семья, это мои сыновья и дочка. Физкультурно-спортивное мероприятие состоялось при поддержке Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». По итогу игры счет матча остановился на цифрах 6 и 4. Победила детская команда «Луч». Наталья Широкова, Николай Корчагин, Вести, Чукотка, Билибина.